17 декабря 2021 года 659 выпуск нашего шоу мы заканчиваем рабочую неделю заканчиваем сегодняшний день сегодняшний шоу очень много интересного мы обсудили я надеюсь всем было интересно очень много у нас просмотров все устали все готовятся к новому году впереди выходные давайте закончим на такой хорошей и позитивной новости поговорим об экологии если вы не знали то скорее всего вы обратили на это внимание верховная рада приняла закон о том чтобы ограничить распространение пластиковых пакетов теперь даже за них будут штрафовать от 1700 до 3400 гривен и повторное там еще какие-то бешеные деньги в общем запрещается использование вот этих вот пластиковых пакетиков маленьких маечек которые каждый мы в супермаркете видим очень хорошая идея на самом деле по ощущениям идея хорошая а вот по реализации народ действительно не понимает почему а как то есть сейчас супермаркете чтобы набрать картошку вы берете этот пакетик и вам его считают там 8-12 копеек за пакетик и он что за эти деньги не разлагается и как вообще и до какого числа в общем люди возмущаются люди постят всякие мемчики как они набирают там в какие-то рукавички пластиковые в общем давайте обсудим интересно ваше мнение звоните в эфир и не забывайте про наш пароль вот у нас есть на связи кто здравствуйте представить представьтесь и пароль пожалуйста как обычно в нашей стране меня зовут олег я из житомира слушаем вас олег вы уже обратили внимание что пакетики платные маленькие да 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 все уже есть потихонечку входит все тем более работаю торговым представителем обращая на это внимание в тех сетях которых я работаю назад я считаю общение сети очень правильно на самом деле я сам стараюсь поменьше использовать пластиковые пакеты заниматься аркировкой мусора вот поэтому для меня эта тема актуальна я вообще всячески приветствую эту инициативу если я честно говоря не пойму как они будут отслеживать и штрафовать людей ну вообще тема интересная этими пакетами но будет ли действительно как какой-то смысл прям ощутимый смысл как вы считаете мне кажется даже любая такая инициатива ну я лично привет вообще не знаю штрафы не нужны или не нужны но поменьше бы пластика вообще в нашей жизни было бы здорово потому что вот вы знаете я живу в обычном панельном доме у нас вот рядышком деревья вот эти пакеты постоянно мусорка в общем-то ну сколько 10 больше метров вот это все летит вот это все все ветки увешаны этими пакетиками вот я понимаю что люди как я выросли в северском союзе и сортировать мусор это не наша тема но вот все это висит на деревьях портит вид и соответственно еще и экологию наше своем здоровье поэтому я абсолютно за эту инициативу и поменьше бы поменьше бы в нашей жизни пластика а чем заменить ну вот допустим я стараюсь покупать там к примеру тоже пиво в металлических банках я понимаю что банка это гораздо быстрее разлагается тем чем тут же пластик и плюс сам напиток конечно это само внушение но даже по вкуснее чем путь или бутылку вот опять же использовать и вы же помните я не знаю сколько вам лет но вот я вырос в то время когда мы сели там молочную продукцию из бутылок потом их сдавали или обменивали там на по-моему как-то так это было на свежую продукцию и всех все вправе вообще в советском союзе надо сказать было меньше пластика было больше бумаги какой-то да там все заворачивали в бумагу там бутылки какой-то металл пластика было минимум но может быть потому что не было пластика не было вообще о людях не думали вон тебе насыпали и куда хочешь вовозьку ссувать что что вовозьку говорю говорю накидали тебе на весы и куда хочешь туда и в свою собственную сумочку которую ты сшил бабушка тебе сшила там на машину вот кстати авоськи так авоськи я замечал я так смотрю они где-то даже входят в какую-то моду вот те самые старые авоськи я вижу в руках молодых ребят блин ну меня это радует клево в общем позитив только один на самом деле я не вижу в этой новости до какого-то негатива абсолютно то есть я говорю так как я сам сторонник как бы сортировки мусора плюс минимизировать своей жизни пластика поэтому меня это инициатива абсолютно не смущает конечно скорее все это просто заявление которое вряд ли будет отслеживаться но по крайней мере как инициатива очень даже хорошая очень я поддерживаю спасибо за ваше мнение спасибо вам старайтесь быть с нами это важно было и мы прощаемся до новой недели мы никуда не уходим и с вами надолго навсегда и вы с нами тоже спасибо за ваш интерес на нашему шоу всегда есть такой вопрос у нас у украинцев что за бабуня происходит и стараемся просто сами себе ответить на этот вопрос с новым годом с наступающим ну еще не снова но по крайней мере с наступающим пока ну и Субтитры подогнал «Симон»